Если к тебе подойдет скаут Питтсбурга и Леонид Вайсфельд, ты скажешь, что Малкин хочет тебя видеть в будущем в команде. Я говорю так в общем, потому что ты в НХЛ пробовал, Иван Куриус, НХС, но эта дверь закрыта совсем или этот сезон дарит тебе какой-то оптимизм? Ну, во-первых, буду признать меня, если там Евгений Малкин скажет, конечно, позовет меня к себе, а так я не думаю, что она закрыта для меня, если появится как-то такой шанс, не знаю, я сейчас не думаю, у меня два года. Не, я понимаю, но... А так, почему нет, если бы верили бы в меня, то я бы с удовольствием уже на Уфу посмотрю. Всем привет! Привет, ребята! Я побывал в понедельник на матче Спартак-СКА, поговорил с лучшим бомбардиром КХЛ Николаем Голдобиным и с защитником СКА Александром Никишиным, который раньше играл за Спартак. Во-первых, насколько матч Тоска всегда крутой, потому что здесь интрига и развязка невероятная, и накал борьбы был очень большой. Да, крутой матч, неожиданная концовка, естественно, я ехал на скамейку, оставалось 1-9 секунд, я думаю, сейчас овертайм, и тут сумасшедший бросок к ближнюю, а на сцене хорошо выглазброшенный. Что может быть лучше? У вас команда хороша тем, что у вас может любой выстрелить, потому что Беляев его на табло поздравляли с первой шайбой, он родителям его посвятил, и сейчас парень такой гол забил. Насколько это один из всех всех знал глубина состава? Да, это очень важно, когда забывают все, без разницы в каком-то день играешь с первым, вторым, третьим, четвертым. Он сегодня доказал всем, что невозможно-возможно, и молодче гордимся им. Что про Пашу скажешь? У него прям такой и матч хороший, и пошло в последнее время еще лучше, чем было? Да, он начал бросать правильно, попадать в ворота, и все, и вот у него пошло, уже 3 гола за последние 2 матча, красавчик, что сказать. Ты ему, может, передал свой чип? Ну да, он мне передал свои ассистентские качества, я ему снайперский, поэтому все хорошо. А ты почему клюшку отшлепал полотенцем на лапке? Я не шлепаю, на самом деле просто скапливается вода, лед лишний, я просто стряхиваю. Ты ее не наказал? Нет, зачем наказывать, она хорошая. Еще плюс 2 очка ты сегодня набрал, но ты сам понимаешь, что ты можешь, тут невероятные цифры, 100 очков, 50 голов, этого не было даже в истории советского хоккея. Ну, спасибо, да, Кинопоиску за мотивацию сегодня, хорошую. А что они написали? Там, кто знает, тот просчет, вот. Хорошая мотивация перед игрой, вот, мне понравилось. А так, не-не, не думаю ни о чем, рекорды какие-то, просто в каждой игре пытаюсь забить, отдать, помочь партнерам. Ну, ты же пишешь историю, неужели ты чувствуешь, вот он момент, вот он, моментум, как на табло написали. Ну, главное не расслабиться, так сказать, да, и недовольство с этим, потому что еще далеко, все равно до рекорда, я знаю, поэтому буду очень стараться, чтобы радовать их. А что скажешь про ребят, которые говорят, вот-вот, сейчас Галдобин точно сдуется, это у него такой, наверное, хайп он поймал, вот, в первую пару месяц. Это мои любимые хейтеры, да, Фаш? Хейтеры, да? По Кинопоиску, я сказал уже, мотивация от Кинопоиска солидная, вот, да, пусть говорят, ему только нравится, значит. Пусть пишут гадость. Да, они, значит, спиной уже. Но у него гадость и это энергетик. Серьезно? Да, как Рэдбоп, ешь так же. А Толчинский, вы же выросли вместе, вы же как с детей, насколько вы там перед игрой, может быть, там, обменялись шутливыми смс-ками, там, кто больше наберет очков? Не, не, стараемся так не делать, все-таки, ну, серьезная игра, там, понятно, что мы иногда созваниваемся, списываемся, там, поддерживаем друг друга, а так, в день игры и до игры мы еще стараемся не контактироваться. Какой вклад в тебя внес конкретно Ковалев, который очень большой мастер, мы понимаем, там, Жаннов главный тренер, но как вот он с нюансами работает с тобой, Ковалев? Да, он мне очень много подсказывает, я даже где-то, когда у меня игра не идет, он смело говорит, что не так, в чем, так сказать, прибавить, и мне это нравится, меня это мотивирует, значит, людям не все равно, как бы на меня они подсказывают, и я вслушиваюсь. Но он прям эти именно хоккейные нюансики, да? Да, да, находит свои хитрости, я там пользовался в НХЛ, когда всех обыгрывал, поэтому я тоже иногда пользуюсь. Если спроецировать, опять же, на НХЛ, где 82 матча, у тебя вот примерно такой же уровень, как у Кучера, который набрал 128 очков, я понимаю, цифры, когда они говорят, говоришь, у тебя только сбивают, но это все равно что-то невероятное. Вот это чисто из-за того, что тройка у вас такая сложилась, или все-таки... Ну, как я говорил, я без тройки бы, я думаю, такого не случилось бы, потому что все помогают друг другу, Ваня столько работы делает, Пашка, честно, конечно, без... Хоккей-командный вид спорта, я бы один ничего не сделал, поэтому спасибо им. Вы как-то договариваетесь, общаетесь именно под конкретного соперника, или у вас договорились в начале сезона делать одно и то же каждый раз? Нет, мы договорились сделать нестандартное что-то, поэтому, я думаю, получается. Так тяжело, если играть в одном стиле, я думаю, у нас смотрят на видео, даже сегодня в большинстве играл, со мной просто игрок стоял, как бы я даже не мог бросить. Люди смотрят видео, понятно, что думают, они прочитают, но мы играем нестандартно, поэтому получается. Есть великие тройки, где игроки друг с другом не общались после матча, они там, ну, ты мне надоел так, и даже не ходят вместе. У вас есть какое-то отношение? Я знаю, вы на футбол вместе ходите, например. Да, на футбол. На футбол, да, бывает. Конечно, очень много общаемся, во-первых, мы сидим рядом, я просил, чтобы меня посадили рядом с ребятами. Это очень важный момент, да? Очень важное отношение, не только на льду, да, конечно, понимаем друг друга, как кто мыслит, и я думаю, это дает результат. Последние два вопроса. Во-первых, ты как-то менял свою систему подготовки в межсезонье, или делать все то же самое? Нет, так же вместе упорно тренировался, каждый день, один выходной в неделю, вот, в зал, лед, хорошо подготовился. Потом прошел сбор с фронтоком, мы ездили в Пересвет, и там тоже. Там, по-моему, это даже Легков лыжник занимается, который на 50 километрах. Да, да, там много людей занимается, да. Если к тебе подойдет скаут Питтсбурга или Леонид Вайсфель, ты скажешь, что Малкин хочет тебя видеть в будущем в команде. Я говорю так, в общем, потому что ты в Инхел пробовал, и в Анкуире в Санхосе, но эта дверь закрыта совсем, или все-таки этот сезон дарит тебе какой-то оптимизм? Во-первых, буду признать мне, что там Евгений Малкин скажет, конечно, позовет меня к себе, а так, я не думаю, что она закрыта для меня. Да, если, ну, появится как-то такой шанс, не знаю, я сейчас не думаю, у меня два года... Не, я понимаю, но... А так, почему нет, если бы верили бы в меня, то я бы с удовольствием уже на Луфу посмотрю. И последнее, «Спартак», как ты думаешь, становится в наших глазах топ-клубом? Ну, он все время был той командой, которая или середняк, или лажается так, что даже в боев не впадает. Очень хочется думать, естественно, так, хочется идти в первых местах, чтобы тебя уважали соперники и считали тебя топ-клубом, как, не знаю, «ССК», «Акбарска» и другие клубы «Авангард». Спасибо, за тебя болеем, ты лучший. Спасибо. Александр, ну, интересная игра была для зрителей, безусловно, но вот «СК» сегодня выглядел не лучшим образом, наверное, даже те, кто болеет за «СК», критикуют команду. Что скажете, что не получалось сегодня в удалении, много действительно ломает эту игру, но и в остальном тоже не лучшая игра, наверное, для вашей команды? Ну, да, считаю то, что не самая лучшая игра. Не реализовали свои моменты, опять же, я говорю, я считаю то, что проиграна средняя зона, много меньшинства. Хотя у нас было тоже большинство, но надо было реализовывать, надо работать над этим и вообще как бы не отчаиваться и переносить положительные моменты с сегодняшней игры и идти дальше. «СК» барражирует на границе восьмерки, иногда заходит, иногда даже вылетает. Насколько это нервирует, учитывая, что, ну, чемпионат все идет и идет, и пока игра не стабилизируется у команды, и, ну, есть определенные, наверное, опасения уже в целом о сезоне? Да, не, так сказать, неприятно то, что мы выходим с осьмерки, у которых падет плов, переживаем, пытаемся улучшить что-то, но все равно эти мысли не покидают нас. Уже стыкли на 25 матчей, все-таки это немало, и пытаемся что-то делать, все-таки надо забираться повыше, чтобы какую-то, можно сказать, подушку безопасности, чтобы была и вообще по возможности, чтобы вообще не думать об этом. Оксана, вы универсальный защитник, ну, а атака тоже ваш конек. «Спартак» сейчас играет тот, наверное, хоккей, который вы бы хотели, может быть, и видеть. В этом сезоне не получается так играть, как в прошлом году в «СКА». Эта система игры поменялась или вот новые партнеры, и пока вот совсем не налажена игра? Не так часто и сегодня, допустим, вас видели где-то там, даже в середине чужой зоны, не то, что где-то ближе, там, вот нет таких подключений в ваших фирменах? Ну, в меньшинстве я не подключусь, вот, поэтому была возможность несколько там атак, я пытался создать, несколько бросков нанес, но в этом году не так складывается, как в том году, правильно сказали. В том году совершенно другая команда была, мы начали хорошо с первого матча, и так одна с другой поехала хорошо. В этом сезоне так кувыркаемся достаточно много. Ну, а «Спартак» в этом сезоне выглядит вообще в разы лучше, чем в том, отлично играет в новой комбинации, чувствует друг друга, тяжело с ними играть. Обратно не хотите? Не решай, я с «СКА» играю. Матчи против «Спартака» до сих пор особенные или уже все в далеком прошлом? Ну, не то, что сказать, прям особенные, всегда интересно против «Спартака» играть, потому что все-таки здесь начало, можно сказать, у меня было. И всегда приятно, даже несмотря на то, что между болельщиками неприязнь друг к другу, всегда так посмотрю, с воспоминаниями хорошими. Но я и своих болельщиков сильно люблю, поэтому просто приятно играть в «Спартаком». До сих пор как-то необычно, что я не в красной майке, а в синий, но я уже привык. Вы идете на матч, у вас, наверное, болельщики «Спартака», как приезд, тут все равно, потому что по старой памяти-то. Я не видел, не слышал. Главное, чтобы не обзывали. Если вдаваться в детали, «СКА» одна из самых бросающих команд лиги, но процент реализации очень низкий, потому что если его улучшить, сразу же совсем по другому дела пойдут. Вы очень много бросаете, там 40-50 бросков и там два гола только. То есть что, не хватает меткости или бросаете издалека, или как вы все это исправите? Наверное, рвение забить с любых позиций, все бросаем, потому что были моменты, когда возим шайбу, мало бросаем, теряем, мы контратаки. Сейчас не та позиция у нас в таблице, не так играем с командами, чтобы была возможность повозить, что-то поиграть с шайбой. Мы сейчас как-то пытаемся более агрессивно играть и больше бросков. Ну, понятное дело, реализации нет, но надо выжимать из всех моментов максимум, поэтому надо работать над этим. И сейчас вот сказал главный тренер на пресс-конференции, что эмоции надо убирать, потому что вот когда, мне кажется, слишком волнуетесь из-за того, что происходит. Вот как все это подавить? Тренер, спортивный психолог, может быть, что, как все, тимбилдинг какой-нибудь, побежать там, пострелять в пинкбол какой-нибудь, расслабиться? Я не знаю, как, со стороны, наверное, но мое мнение, то, что лучше с эмоциями, чем без, особенно, ну, сейчас мы проиграли какую игру, там, можно сказать, за последние 10 игр, лучше иметь эмоции, чем как-то ты с опущенной головой выходишь на лед и переживаешь, что ты опять пропустишь, проиграешь. Ну, скажите, не хорошие эмоции, не очень хорошие эмоции. Александр, голы последнего мы как-то не обсудили, но это вообще ключевой момент, наверное, сегодня. Не было бы этого гола, вообще настроение, может быть, было бы принципиально иным. Это вот цепь ошибок, ненужный проброс, вбрасывание. Как нужно вот, если этот анализ провести, что нужно делать вообще в такой ситуации, чтобы не пропустить вот за 1,9 до конца? Да у меня вообще впервые, я нигде такого не видел. Тут даже летом так не забьешь быстро. Вот, я уже даже, сам честно, надеялся на овертайм, потому что такие цифры, я не мог представить, что так залить могут. Но проигранное вбрасывание, быстрый бросок, я только увидел шаг в воротах. Вот проброс, Роман Борисович назвал, что главное, что проброс сделали вообще не нужно. Вот он на этом больше акцент сделал. Вы как защитник, который иногда делает проброс, когда вы, как, наверное, чем нападающий, вот как оцените именно эту ситуацию? Поскольку действительно стоит там у борта ее зажать и все или что? Ну, как я помню, там секунд семь оставалось. Я потом уже, честно, не видел момента, как получился проброс. Но разные ситуации бывают. Бывает, что тебя зажали в зоне, там, понимаешь, что и ты выдохся, и сил особо нет. Наверное, может быть, помягче выброс сделать. Но ситуация такая бывает. Ну, выбросил, выбросил, ну, что ты делаешь? Просто единственный тот момент, что Спартак забил бы так. А так, если бы в Братске не выиграли, понятное дело, ничего не было. Последний, наверное, вопрос. Много у вас матчей на выезде, сейчас на старте. Есть ли плюс в том, что на финише чемпионата будет больше матчей дома, своя энергетика? Вам надо, по сути, несколько матчей подряд выиграть, чтобы вот взлететь. Потому что никак вот разогнаться не может, мне кажется. И перед плывом это важно. Что дома сыграете много, и серию хотя бы победную, чтобы... Ну, конечно, дома надо выигрывать, потому что предыдущие мы проиграли. Две дома, поэтому надо цепляться. Можно сказать, может, трамплин такой будет, домашняя арена, свои болельщики приятнее. В любом случае, играть будем стараться, потому что нас тоже это не устраивает. Такие прогреши постоянные. Поэтому, дай бог, чтобы так и было. Если мы выиграем в какие-то игры и будем стремиться к этому, то, может быть, попьет дальше. Спасибо большое. Чемпионат, насколько сложно обороняться против первого зима «Тартака» и в чем их, кажется, секрет на вас, в чем их особенность? Я считаю, что у них не только первая зима, на самом деле, понятное дело, что они по годам делают в каких-то матчах. Но у них хорошая вся команда, подобранные игроки тоже. Также они такси хорошие, они друг друга чувствуют, играют друг по другу в пасек. То есть, вообще, в целом, спать всей команды неприятно играть. То есть, тренерский такой талант, тренерского штаба. Ну, желание игроков тоже тут присутствует. Просто они сейчас еще на ходу чувствуют, как у нас в том году было. Чувствуют, что ты можешь выигрывать. И они не сдаются, как пример, наверное, последнего гола. То есть, у них вообще даже тут выйдешь и думаешь, ну, получится, брошу. Этот человек взял, забил, и они уехали в победу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok